Знаковым событием для Владивостока было прибытие во Владивосток к цесаревичу Николаю Александровичу в 1891 году. Вместо страниц учебников с сухими фактами, именами и датами – живой и наглядный рассказ. Урок региональной истории для курсантов морского колледжа и студентов факультета туризма проводят опытные экскурсоводы. Маршрут начали с тех самых мест, где зарождалась летопись краевой столицы. Любопытных слушателей ведут по старейшим улицам Владивостока – Петра Великого и Корабельной набережной. Мы не знаем о том, что есть уже огромное количество молодого поколения, которые настолько интересуются историей своего родного города и края, и они организуют группы, сообщества в интернет-пространстве, встречаются на площадках, которые их интересуют, и настолько бывает удивляют своими краеведческими знаниями. Но это действительно так, это очень приятно. При этом многие из ребят уже записались на курсы туристической подготовки, чтобы продолжить знакомство с родным краем и путешествовать по его знаковым местам уже самостоятельно. Сейчас внутренний туризм очень популярный, люди поехали в лес, но нет элементарных знаний. Вот как раз вот эта школа направлена на то, чтобы люди узнали, куда можно поехать, как можно подготовиться к походу, ну и один из важнейших моментов, чтобы природа потом осталась на месте. Путь к подробному изучению и освоению Приморья начался в далеком 1884 году, когда военный губернатор Владивостока Фельнгаузин утвердил устав общества изучения Амурского края. С тех пор эта организация и ведет масштабную просветительскую работу в пределах всего Дальневосточного округа. Экскурсия сегодня лишь начало череды просветительских походов, приуроченных конкретной дате. 21 февраля Русское географическое общество совместно со всем миром отмечает профессиональный праздник День экскурсовода. Узнать достоверные подробности освоения Дальневосточного региона и послушать рассказ о тех, кто заложил фундамент истории Приморья, смогут все интересующиеся горожане. Бесплатная просветительская прогулка пройдет по двум набережным Корабельной и Цесаревича 21 февраля. Александра Нитай, Александр Астафьев, Вести Приморья.